Ну вот как так со мной взяло и случилось вот это вот несчастье? Вообще, кто в этом виноват и что теперь делать? Очень часто мы пытаемся искать виноватого. Говоря мы, я имею в виду людей. Люди вообще склонны искать именно виноватых во всех несчастьях. Но все все время забывают о том, что мы ровно там, где мы должны быть. Именно в той самой точке времени и места, куда мы все двигаемся. То есть абсолютно все, что с нами происходит, это точный результат наших действий. Просто не всегда эти действия бывают обдуманными или нам, например, понятными. Если все, что я выше перечислила и сказала перевести на ногтевой язык и касательно, например, даже данной ситуации. Кстати говоря, в происхождении конкретно вот этого желтого ногтя я сегодня углубляться не буду, а хотела сказать более общими словами. Ведь потому что люди, они все время думают, да, почему же со мной так случилось, как же так же. Вот, а как же так же бывает очень просто на самом деле. Это ведь случается по причине того, что человек банально не осведомлен о том, что можно делать с ногтями или с ногами в частности, а чего нельзя. Соответственно, мы делаем вывод, что, например, то, что вы сейчас видите на своем экране, это как раз-таки результат стараний, ну, понятное дело слово в кавычках, хозяйки этих ногтей. И я не преследую сейчас цели кого-то обижать или в чем-то уличить, я просто хочу, чтобы это было понятно. Ведь изменение состояния ногтей, да и вообще любые изменения в нашем теле и вообще в окружающей нас среде и мире, конечно, чаще всего зависит именно от нас. Ну, давайте на простом примере, да, если много кушать булочек и конфеток, результат в зеркале нас, конечно же, не устроит. Ну, тогда почему мы думаем, что если носить очень неудобную узкую, например, обувь, то что-то другое должно произойти с ногами. Они, наверное, должны чудесным образом остаться идеально красивыми. Конечно, нет, такого не будет. Ведь если на ногте есть некое воздействие извне, в любом случае, рано или поздно, это приведет к каким-то изменениям. У кого-то, например, большой пальчик может уйти в сторону и будет отрастать эта неприятная косточка. А у кого-то ногти могут становиться толще, желтее или начинать расти очень странно, загибаясь, извиваясь в разные стороны. Конечно, все это будет происходить постепенно, не в один день, и, скорее всего, где-то там с возрастом, и чаще всего такие ногти и зовут старческими. Да, я слышала такое выражение. Но хочу сказать, что неприятности случаются и с молодыми красивыми девушками, которые просто очень любят носить модную обувь. Я понимаю, что мода диктует нам практически невыполнимые условия. Ну, зачастую, но придумывают такого, что непонятно вообще, как относить, и зачем это было нужно, и у кого конкретно заговоры против людей. Потому что все-таки есть у меня такое подозрение, что производители обуви чем-то девушек недолюбливают. Но это ладно, мы немножко отошли от темы. Что я хотела сказать? Я хотела сказать, что удивляться не нужно, но надо обязательно стараться с этим сработать и хотя бы что-то делать. Конечно, в такой ситуации, как на видео, например, изменения уже, ну, можно сказать, необратимы. Да, мы видим, что и большой пальчик уже смещен, он находится не на месте. И сама ногтевая пластина достаточно сильно изменена и уже растет не так, как должна, по идее. И теперь уже здесь будет вопрос того, насколько удобно с этим жить. Ведь когда ногти становятся толстые, человек их элементарно не может подстричь. Поэтому тут и приходит время пода специалиста, когда все-таки придется к нам обратиться. Я знаю, многие сейчас скажут, да вообще, как с таким нужно к хирургу и с таким нужно к дерматологу. И да, есть случаи, когда нужно пойти к хирургу. И в большинстве случаев необходимо обратиться к дерматологу, потому что только этот врач может вам действительно поставить настоящий диагноз. Мы же можем только озвучить предположение и обязательно человека отправить на сдачу анализов. Понятное дело, что чаще всего, когда ногти выглядят вот так, там вероятнее всего, с вероятностью 99,9% что-то пошло не так. Но на глаз диагнозы не ставятся, и ни у кого нету встроенного микроскопа в глазах. Ну, у нас-то точно нет. Поэтому, естественно, анализы нужно сдавать в специальных местах, где они будут проводиться согласно всем правилам, законам или что там у них. В общем, эта специфика не моя. Я действительно не врач, и я всегда об этом говорю, и контент мой не является обучающим, а лишь демонстрационным. И самая главная миссия, которую я преследую, если кто не знает, зовут меня Лаврентьева Алена, я просто хочу сказать людям, что нужно внимательнее быть к своим ногтям и ногам, в частности, что большинство проблем так или иначе в наше время можно решать, ну, либо как-то снивелировать их последствия. Главное, этим заниматься. Важно подумать, почему мы находимся в этом месте, и что с этим дальше можно делать. Вот такое вот сегодня видео на подумать. Захотелось мне немного с вами поговорить. Очень жду ваше мнение в комментариях. Давайте пообщаемся об этом. И очень надеюсь, что я никого не обидела. Ну, а если кто-то обиделся, то прошу меня простить. Я всего лишь хотела донести информацию, так чтобы меня поняли.